Владимир, добрый день! Здравствуйте! У наших таганрожцев снова возник ряд юридических вопросов. Давайте им поможем? Давайте! Итак, первый вопрос. Куплена квартира в 2019-м. Хочу подавить ее дочери, не дожидаясь трех лет. Будет ли взиматься налог? Если даритель и одариваемый являются ближайшими родственниками, то налог из дарения платить не надо. Это здорово! Следующий вопрос. Можно ли после задержания полиции в отделе просто молчать? Молчать не можно, а нужно. Любые показания стоит давать только в присутствии приглашенного вами адвоката после предварительной приватной беседы с ним. В состоянии стресса можно совершить непокровимые действия. Поэтому, в праве сказать, я отказываюсь говорить, пока не приедет мой адвокат. Следующий вопрос. Здравствуйте, Владимир! Надо ли платить налог с продажи доли частного дома, доставшейся от отца? Я пенсионерка, покупатель сын. Платит ли налог он или я? Учитывая, что доля получена по наследству, чтобы избежать налога, необходимо, чтобы имущество находилось в собственности более трех лет. Если имущество в собственности менее трех лет, то налог платить надо. Налог платит лицо, которое продает имущество. В вашем случае рекомендую оформлять договор дарения. Так как вы являетесь близкими родственниками, вы будете освобождены от уплаты налога. Следующий вопрос. Как уведомить собственника доли в квартире о намерении продать свою долю, если адрес проживания его мне неизвестен? Вам необходимо направить заказное письмо по последнему известному месту жительства. Это может быть и квартира, которую вы продаете. Если письмо возвращается за истечением срока хранения или если в течение месяца собственник не отвечает на ваше письмо, то вы вправе продать это имущество третьим лицам. Следующий вопрос. С 1 января 2020 года максимальный размер процентов не должен превышать полуторакратный размер кредита. Так как вы взяли 6 тысяч рублей, то полуторакратный размер процентов будет составлять 9 тысяч рублей. Соответственно, с учетом 6 тысяч рублей, взятых вам ранее, вы должны будете возвратить не более 15 тысяч рублей. Так как с вас требуют 18 тысяч 600 рублей, то требования микрофинансовой организации неправомерные. Следующий вопрос. Входит ли отпуск в трудовой стаж? Смотря о каком отпуске идет речь, если это декретный отпуск, то входит, если оплачиваемый отпуск, то входит, если неоплачиваемый отпуск, то не входит. Следующий вопрос. Идет ли трудовой стаж, если я нахожусь на бирже труда? Если вы состоите на учете в центре занятости, то этот срок идет в трудовой стаж. Следующий вопрос. Должны ли родственники выплачивать кредит за умершего? Да, иногда родственникам приходится выплачивать кредит за умершим. Это происходит в тех случаях, когда люди принимают наследство. Вместе с принятым наследством люди принимают и долги умершего. Но оплачивать эти долги они должны только в пределах стоимости принятого имущества. Часто при заключении кредитного договора заключают и договор страхования. Такой страховой полис предусматривает случай смерти заемщика. И в этом случае полисом можно покрыть частично или полностью долг. Как оформить наследство и получить банковские вклады умершего родственника? Для этого вам необходимо обратиться к нотариусу, который ведет наследственное дело. Для поиска такого нотариуса можно воспользоваться специальным сервисом на сайте Федеральной Нотариальной Палаты. После этого нотариусу необходимо написать заявление на вступление в наследство. Через полгода вы получите свидетельство о праве на наследство. Нотариусу вам необходимо сообщить, в каких банках содержались вклады умершего человека. Но у нотариуса есть полномочия и самостоятельно направлять запросы в банки с целью поиска таких вкладов. Получив свидетельство о праве на наследство, вам необходимо обратиться в банк и получить накопление, оставшееся после умершего человека. Следующий вопрос. Добрый вечер. Судебные приставы взыскивают долги по кредитам с моей пенсии больше 50%, то есть 75%. Это законно? От пенсии остается всего 2500 рублей. Согласно закону об исполнительном производстве, удержание заработной платы или иных доходов не должны превышать 50%. Если же с вас взыскивают и удерживают более 50%, то это незаконно. Следующий вопрос. Совместно с супругой не проживаю, плачу алименты на руки. Какие справки нужны, чтобы доказать это судебным приставам? Необходимо, чтобы супруга писала расписки получения денег. В этих расписках необходимо указывать сумму, назначение платежа, даты. Также доказательством будут являться платежные документы, чеки, квитанции. В назначении платежа обязательно указывайте алименты на ребенка. В противном случае переданные деньги будут читаться подарком. Здравствуйте. Была выполнена услуга по ремонту квартиры. Услугу выполняла физлицо. Договора и чеков нет, но есть переписка в мессенджере и фотографии, как доказательство некачественно выполненной работы. Оплата произведена, но ремонт выполнен некачественно. Как взыскать задолженность, если не было договора? Обязанность по предоставлению чеков и договора возлагается на лицо, которое выполняет работы. Если оно не предоставило чеки и договор, то это его вина. В настоящее время для признания сделки заключенной не обязательно, чтобы стороны подписывали договор. Достаточно, чтобы они обговорили существенные условия договора. В вашем случае идет речь о договоре подряда. И существенными условиями будут являться предмет договора, ремонт квартиры и сроки выполнения работ. Так как у вас имеется переписка, то наверняка там фигурируют эти существенные условия. Соответственно, вы можете обращаться в суд и предъявлять исполнителю требования, предусмотренные законом о защите прав потребителей. Следующий вопрос. Я с официальной женой не живу. Совместно нажитого и детей у нас нет. Она взяла кредит без моего ведома и не платит его. Коснется ли меня эта проблема? В вашем случае необходимо запастись доказательствами раздельного проживания женой и отсутствия ведения общего хозяйства. Это может быть и регистрация по месту жительства, отличающегося от места жительства жены, и свидетельские показания, и переписка с женой. Все эти доказательства в совокупности будут указывать на то, что вы проживаете раздельно, общий быт не ведете, и кредит она взяла на личные, а не общие нужды. И заключительный вопрос. В каком случае родители могут подать на алименты на детей? Если совершеннолетние, трудоспособные, деспособные дети не оказывают материальную поддержку своим неедеспособным родителям в силу здоровья или возраста, то родители имеют право обратиться с исковым заявлением в суд о взыскании алиментов с детей. В этом случае размер алиментов будет установлен в фиксированном размере, который будет зависеть от материального положения сторон. В таких делах в качестве соответчиков суд привлекает всех детей нетрудоспособных родителей. Владимир, на этом наши вопросы подошли к концу. Большое спасибо вам за такие развернутые ответы. С вами очень приятно сотрудничать. Пожалуйста, рад был помочь. Дорогие таганрожцы, если вы не успели задать свой вопрос или хотите получить более детальный анализ вашей ситуации, приглашаю вас к нам в юридический центр. Мы располагаемся по адресу фрунзе 76 рядом с музеем градостроительства. Телефон для записи указан в профиле. Если вы придете из блокнота Таганрог, с нас скидка 10% на наши услуги.